Привет, друзья! Поскольку у нас на дворе уже 1 ноября, а это значит то, что молотый сезон в принципе закончен, потому что у нас уже утром лежит иней, дорога холодная, на байке ездить уже по сути будет небезопасно. Поэтому в этой серии мы будем изготавливать для него подкат, и будем его готовить к зиме, к его зимовке. Зимовать у нас он будет в доме, не в гараже, а в доме, в тёплом помещении. Подкат буду делать из обычной профильной трубы 10 на 10, в принципе вот это всё, что у меня есть, по расчётам мне должно хватить. Вот, далее он будет искупан, помыт, отмыт, так скажем, просто подготовлен к зиме и загнан в дом на зиму. Закончил я варить подкат, получился он вот такой вот. На колёсиках, то есть всё как полагается, всё как и должно быть. Теперь давайте в принципе его проверим, как он вообще будет у нас с вами работать. Так, ну что я могу сказать, всё работает. Всё работает, всё ништяк. Надо будет придумать ещё какие-то резиночки, дабы просто не царапать раму. Колесо у нас вывесилось, байк стоит довольно уверенно. Я, конечно, согласен, это не заводское, там не супер-пупер, но тем не менее, за неимением вообще никакого подрамника, мне кажется, просто обалденный вариант. Сейчас байк заберут, поедут его искупают. Вот, и в принципе будем его загонять в дом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Злые люди. Так, ну что, загнали байк. Анька, конечно, недовольна, если она злая. Байк останется зимовать так до тепла. А в следующей серии вы уже увидите жигу, у которой уже делается охрененный башбар. Всё показывать не буду, в следующей серии будет у нас жига с охрененным башбаром. Классный колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Пока-пока.